Здравствуй, дорогой друг! У нас очередное осеннее обновление 2020 года, которое называется Last Dance Standing, которое можно перевести к последней выжившей Ганс. Нас ждет новая карта, ачивки, правки. Итак, будем смотреть очень внимательно. Поехали! У нас новая карта, которая называется Замок Вольтера. И, собственно говоря, здесь и происходит действие данного ивента. Ну, карта довольно-таки большая, я ее вам обзорно покажу. Новая жиделика, которая называется Охота за головами. Суть ее заключается в том, что на карте появляется отмеченный значком мутанта Z. И чем больше мы убиваем Z-ов до убийства его, тем сильнее он становится. Я не рекомендую его оставлять напоследок, потому что он потом может доставить очень много проблем, ребята. Но это будет чуток попозже, все покажу. Задания сезона довольно-таки простые. Ничего сложного. Получим довольно-таки неплохой скинчик, так что можно бы и выполнить. Две пушки. Первая, HRG-шный пистолет 93R. Он выбирается для любого класса. За место 9-митрового пистолета. У него повышенная скорость стрельбы. И вторая пушка MG3 Shredder для Коммандоса. Это фактически ручной пулемет с двумя вариантами стрельбы. С этим обновлением ввели очень классную функцию. То есть при выборе еженедельки можно выбрать именно конкретно интересующую тебя еженедельку, а не ждать, когда она выпадет ротация. Что в принципе особенно будет полезно для новых игроков. Зайдя в выбор серверов. Допустим, если я выберу ежедельный режим для наглядности. Теперь ввели именно отображение возле режима пентаграммку визуально. То есть мы теперь сразу видим, что у нас за еженедельный режим доступен здесь. Вот так вот. Уменьшающий луч Redactor Lay. Что с ним сделали? Сейчас своим слаймом попробую объяснить. Дебаф теперь вешается не в течение 10 секунд, а 0.5. То есть это не плюс, это минус стал. В том плане, что стало именно сложнее уменьшить Z. И если мы, допустим, в течение 0.5 секунд не атакуем Z, то он начинает возвращаться к своим прежним размерам. Да, единственное, что это стало по времени дольше происходить. Таким образом, нужно непосредственное воздействие постоянное на Z для действия этой пушки. Охотник с головами. Cat Hunter. Время для начала изменения головы стало в 5 раз быстрее, но именно скорость изменения головы была уменьшена до 10%. Телерват. Фазы порождений были подняты с 50 до 55. Скорость зарядки альтернативного огня была уменьшена на 30%. Во время выстрелов в режиме альтернативного огня скорость камеры была увеличена 5 раз по сравнению с предыдущим вариантом стрельбы. Боизапас был увеличен в 300 до 450 единиц. Для вампира было добавлено перекрестие. Поддержку переработали следующим образом. При выборе сил и духа у нас теперь не только здоровье увеличивается на 50%, но также и устойчивость к урону подняты на 10%. При выборе бронебойного выстрела, кроме пробивающей способности, мы получаем также и дамаг на 5% к существующему оружию. И последний 25 навыка, взятого мутант время пробивной, кроме существующих бафов на оружку, мы также получаем и перезарядку в реальном времени, что довольно таки не кисло. Спецназовец. Для всей оружки спецназовца, кроме воздомета, стоимость на боеприпасы была снижена до 10%. Полевой медик. Кислотные боеприпасы были перебыты таким образом, что теперь этот навык работает только на дротики, не включая обычные выстрелы. Базовое повреждение от дротиков было увеличено, что, собственно говоря, даже взедов, которые устойчивы к яду, будет довольно проще ими повреждать. Кроме того, стоимость дротиков была уменьшена на 20%, именно в стоимости выстрела, но это не считается для рассечения и не считается для километа. Вы поняли про что я веду? Да-да, тот самый пылесос. Что же, пришло время познакомиться с новой картой. Признакомиться я с ней буду на-а-а, ну, конечно же, на чем же я еще могу готовить все же больное вообще. Играть мы будем за выживальщика 25 уровня, 4 волны, я, значит, пойду в первую волну посмотрю, там что где находится, все штучки с короткими вырезками будут, даже с геймплеем производиться такие штуки, и потом мы уже третьим с вами попойся, ребята. Поехали! Ух, как красиво-то. Слушайте, я вот не помню, была такая карта у нас в Steam Shop? Ну, то есть в мастерской или нет? Вот надо бы, кстати, будет глянуть интересы ради. Пока все. Ух, хорошо. Ой, какая... Это готично, друзья мои, это готично. Ну, собственно говоря, сам Ганс, собственной персоной. Небольшой алтарчик. Друзья мои, вы мне мешаете, потому что мне придется вас выпилить. Ой, слушай, хорошо. Рыцарские доспехи. Красота. Кто не любит такие вещи? Все такие штуки любят, ребятушки. Это прям... Ух ты, флаги висят. Ну, кстати, с клавратом похоже, да? Ну, что-то на клаврат похоже. Вот, кстати говоря, если вы знаете точно ту же символику, то можете написать. Опять же, почему бы и да. Я вроде бы понял, но забыл, что это именно значит. Похоже на клаврат. Кстати говоря, да. Небольшое замешательство происходит здесь, да, смотрю. У ребят в местных. Ну, что же, как обычно, карта коридорная, в принципе, как она в Кильке должна быть. Я смотрю, тут особо пока пространства большого мы не наблюдаем. Но это, опять же, временно. Сейчас мы пойдем дальше. Именно атмосфера, как бы, готичности, она нормальная. Ну, извините меня. Замок, он и должен быть таким. Замки они другими не бывают, кстати. О, смотри. Вот, кстати говоря, вот эта большая открытая площадка. Зал такой. Ну, зал оббитшалый, как я смотрю. Ой, слушай, а это же прекрасно. Это же как раз место встречи с прекрасным человеком, который будет исполнять что-то. Какие-то номера, этюды. Ну, не акробатические. Акробатические этюды, в данном случае, исполняю пока я. Ну, это типа норма. Это рояль, кстати, или пианино. Кто знает разницу, может, в принципе, написать. Будешь молодец, дружище. Если нам объяснишь. Я-то знаю. Мне-то интересно вашу эрудированность проверить. Драгоценные мои зрители. Тут, на самом деле, пока все очень так интересно. Комод. А, да, я забыл. Я забыл, забыл. Давай оставим воду у барбоса. Мы сейчас пойдем прогуляемся. Кстати, это что у нас? Это похоже на кухню. Кстати, вот эти вещи, да? Ага, это коррекционнички. Ну, соответственно, конечно, газ. Ребят, это кухня. Это был газ, а это кухня. Причем как раз именно в таком же, во, при плече. Ну, не плечо конкретно, в данном случае. Ну, ладушки. Руки, ноги. Все хорошо. О, отрубили руки, ноги. Положили на дороге. Понятно. Ну, классическая кухня. И таких кухонь мы где только не видели, ребятушки. Помните, в Римнан втором тоже такая подобная кухня попадалась. И не только в нем. Много где такие вещи попадались нам. Little Nightmares тоже, по-моему, если не ошибаюсь, подобные вещи есть. Так что, слушай, что там какой-то маленький. Вот у нас с вами открытое пространство. Причем довольно-таки хорошее. Кстати, здесь очень неплохо будет побегать. Держать волны довольно-таки любопытно. В зависимости от спауна, от точки спауна, так понимаю, да? И, опять же, смотрите, статуя, которую мы видели в поместье Вольтера. Помните? Да? Очень похоже. По-моему, это она ей. Второй этаж, я так понимаю, есть. Смотрите, да? Слушайте, а у нас бы же было, по-моему, два за это. Куда еще один делся? Ушел погулять? Здесь мы можем увидеть сверху. И, блядь, теку. Второй ярус. Или третий уже, хрен его знает. Смотри, как красивый рыцарь стоит. Вот эти, кстати, доспехи мне почему-то сразу в флешбеке на Dark Souls. Вот прям сразу. Слушай, а здесь нет никакой дырочки прохода? Нет, нет. Ну ладно, бог с ним. Мы с вами сюда еще вернемся. Но вернемся таким образом, чтобы открыть специальное место нахождения. Ребята! Ух ты, какая красота! Слушай, блеск! Кстати, вот эти символы, да? Солнышко, они здесь везде проходу. Это выход на корыцо. Почесать свое лицо. Я верно думаю? Нет, слушай. Подожди, а это совсем подруга. Опа. О, хрена себе! Ребята, очень большой замок. Огромный замок. Просто огромнейший. Очень красивая декорация. Мне очень нравится такое убранство. Но это как раз именно... Вы поняли, к чему отсылка, да? Это отсылка именно к нацикам. Так, здесь у нас кто? Мужчина, разделенный пополам. Ух ты, ешки мат. Такой ухват. Потрясающе. Красиво, ребята, красиво. Ганс знает толк в искусстве. Вот тут, кстати, надо отдать должное. О, ребят, какая красота! Смотри! Сауна! Жопку можно помыть. Отлично! Отлично! Отличное помещение. Красивое. Очень. Лапки слота здесь вообще был безумительным. Парилка, ребята. Это, конечно, парилка. Чтобы вы поняли, да? Потому что я нажимаю, это будет открывать там некую комнату. Но это будет попозже. Потом. Все. Едем дальше. Ну что же, довольно-таки обширная карта. Очень обширная карта. Красивая, интересная. Надо будет ее оценить на наличие очивочных штучек. И мы с вами переносимся. Кстати, ребята, я хотел заметить вашу такую штуку. Вот этот щит как раз отображает, скажем так, количество вентилей, которые нужно открыть для того, чтобы попасть в секретную локацию. Но это будет чуть попожее. Мы попадаем, значит, вниз. Опа! Какая боль! Ес! Что же, друзья мои, вот так вот выглядит у нас секретное последнее местонахождение для битвы с боссом по имени Ганса Васильевич. Мы продвигаемся дальше. Прямо я понятия не имею, что нас там ждет с вами. Я тут выкинул кое-что уже. Вот так вот, я думаю, будет все это дело происходить. Начинаем наш, так сказать, КВН. Поехали, драгоценные мои. Понятно, как бы, я думаю, будет интересно. Конечно же, Ганс. Ну кто тут, кроме Ганса, будет, по идее, если это последнее, так сказать, противостояние Ганса. На! Но это не точно. Поехали! Слушай, а классно! Ты посмотри, какая... Какая локация, обалденно, ребята! Ты посмотри! Ой, слушай, супер! Слушай, обалденно, мне нравится! Очень классно! Очень высокотехнологично! И есть где побегать? Это, кстати, ключевой момент, который, в общем-то, и будет. Решающе, так сказать. Только, знаешь, что очень плохо я сделал для себя? Я себе большую жо сделал в том плане, что против Ганса все-таки здесь сражаться, ну, было бы на аналогичный с чем-то большим и страшным, а не с маленьким и толстым. Нет, что-то, что-то, по-моему, я попутал берега. Нет, ребят, я не это, но это уже не суть. Ну, вот, тебе сейчас засунет. Да выходи, давай, 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 нормально. Ребята, вот новый пушка, пистолет, который я вам хотел показать немножечко хотя бы на полшушечки, который довольно неплох. Он невысокий по повреждению, но он из-за скорострельности довольно-таки тоже неплохие результаты показывает, особенно взять два пистолета, да, и, ну, больше получается у него боезапас, чем обычные девятилеметровки, но, собственно говоря, тоже неплохой довольно пистолетик. Весьма неплохой. Весьма неплохой, на мой взгляд. Я, я почему-то думал, что будет хуже. Серьезно. А он тут довольно неплохо себя показывает. Кстати, говорю, что-то уже протечка пошла, заметьте. Хотя дупло мы еще пока никому не отломали. Пока дупло пытается Белкин дупло сломать. Давай, знаешь, что делаем? Оба. Все, поехали. О, сосун. Режим сосуна. Сосун пошел. Живем. Смотри, как он меня хорошо понаяривает. Ой, почти на... Почти хорошо, слушай, почти хорошо, но почти не считается. Бежим дальше. Спилимся. О, смотри, кстати, взрывы происходят постоянно. Интересно. К чему бы это? К чему бы это хрень? Но, слушай, вообще, мне нравится. Мне нравится то, что эта локация выглядит довольно оригинально. Они большие молодцы, что так сделали. Это... Не-не-не-не-не, подожди, подожди, подожди. Мне любопытно, кстати говоря, чем дело закончится. Не, ну понятно, что закончатся наши победы, но точно. Херц. Полный херц. Полный херц, ребята. Полный херц. Ой, не надо, слушай, дяденька, не надо. Не надо, дяденька, не надо. Стой, подожди. Я же чуть-чуть бегаю, а ты очень сильно бегаешь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Слушай, он помахренел. Ты же помнишь, что у меня только в заду Пита есть? В смысле, сзади. Я оставил ее. Я не убегу от этого паразита, ребята. Если я дырку сатаны не найду, прекрасную, то мне будет немножко больно. А дырку сатаны я видел здесь. Смотри. Вот она. Вот она, дырка сатаны. Но там он взрывает все к чертовой матери. Шахид проклятый. Слушай, а вот это корроген? Разлет, да? Я так понимаю. Сосун бежит, слушай. Он прям вообще, он прям дышит. Он прям бежит и дышит. Чувак! Чувак! Нет! Стой! Погодь, погодь, погодь. На тебе еще. Ребят, это будет долго. Берите Чайковского. Форминг? Форминг? А этот, как это, типа, я против формина. Нет. Нет, нет, нет. Подожди, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Стой. Сейчас по тебе служба мой постреляет, а я пока пойду с Чайков схожу. Во-во-во-во. Слушай, наверное, бомбардировщик Василич бы хорошо справлялся, которого нет. Ну ты понял, про кого я говорю. Вот, кстати говоря, вот пульт управления. Ребята, мы сколько бегаем, я только пульт управления нашел. Ну что же, неплохой вариант. отлично пошло у меня что-то бегать плохо плохо что там не слушай а ты видел они по-другому мини гансы за это мини гансы ходят-то я лучше отраню суши хороший отсос качественный я очень неплохо плохо сделал я знаю дяденька подожди не трогай меня суши а у какой-то какой-то другой нет никак как будто кажется не дам тебе я ничего и отсюда свое возьми сделай свое что ты просишь то у меня норма не так уж и много как тебе кажется все отлично ганса снять пришел нет мини ганс так все подожди мини макси пофиг ой слушайте от рванула и яйца придавила уй матерь божья все хана мне не совсем но уже близко же я правильно понял ему все отсосало уже отвеку бабахнула у там феверки-то были опа стой подожди подожди не надо и пей тихо 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 ты чё дурбан стой дяденька стой ты чё делаешь нет нет дед стой стой тошный дед старый проклятый старый дед ух нет дед не надо стой напряженная такая последняя к . со старым дедком вышла в такие дела друзья мои я поражен на самом деле что именно вот такой вот финальный скажем так исход и вот такая вот я думаю что сейчас на самом деле отъеду признаю честно карта довольно интересная большая антуражная ну прям вот ну замечательно придумали и в конце вот финальная локация с боссом тоже очень оригинально смотрится свежо по крайней мере если это опять же будет и на финальное финальное обновление то она бы очень неплохую точку поставила именно в судьбе таскать кафе 2 было бы довольно таки правильно так завершить но будем посмотреть что нам товарищи еще покажут целом обновление как обновление ничего особо нового не принесло пистолета за место метровки неплохие а вот командовскую пушку я пока еще не щупал ничего сказать не могу целом дорогой друг за видосик поставь большой пальчик напиши комментарий что ты сам думаешь про это обновление какие тебе понравились моменты какие нет будем дискутировать за себя буду прощаться желаю приятной игры пока пока